Добрый вечер! Рады вас приветствовать на нашей передаче. Кухня Юго-Запада возвращается. Мы возвращаемся после пандемии. Да, у нас что-то поменялось. У нас поменялась студия, поменялся интерьер, но мы будем стараться также качественно и быстро для вас подавать информацию, рассказывать все о том, что происходит в Юго-Западной Лиге. Меня зовут Михаил Першин. Меня Антон Погодин. Здравствуйте! Антон, сразу расскажем, о чем будем общаться в сегодняшней программе. Начинаем с высшей лиги, с тура высшей лиги. Дальше мы переходим к первому дивизиону. И с первой дивизиона мы плавненько переходим к Еврокубкам, Лиге Москвы и Кубку Москвы. Скажем, что чуть позже к нам присоединится лучший бомбардир на данный момент первого дивизиона Павел Артюнян из команды Трейдер Тим Гуфс. С ним мы обсудим чуть-чуть первый дивизион и Еврокубковую компанию и его команды. Ну а сейчас вышка. И давай сладенькое сразу или на потом? Давай постепенно. Давай постепенно. У нас два центральных матча Тура, по большому счету, было. Это «Метеор Столица Артель» и по вывеске «Три звездочки Арминию». Почему по вывеске? Потому что за Арминию был дебют Дениса Глушакова. По факту команда уже не претендует на тройку, но любому коллективу, борющемуся за Еврокубки и за чемпионство, они могут доставить огромные проблемы и уже доставили. Ну давай о том, что происходило в эти выходные. Начнем с того, что во время пандемии отряд потерял бойца. Команда «Зюзина-41», одна из старейших команд Юго-Запада, к сожалению, прекратила свое существование. Будем надеяться, что на время и то, что Ашот Гришин, Дима Чередниченко, Леша Царенко передумают. И когда-то мы снова услышим это название «Зюзина-41» на полях Юго-Западной лиги. Представители «Зюзина» как бы есть, но сам коллектив, который дал, скажем так, и держал знамя своего района долгие годы, к сожалению, да, прекратил свое существование. Честно, вся лига очень сильно огорчена этому. У нас осталось не так много таких коллективов. Ну что ж, будем надеяться, что кто-то переплюнет их из тех, кто сейчас создается или из тех, кто к нам переходит. Но об этом мы позже будем общаться, о том, что у нас много интересных команд. И в первой лиге появилась команда, которая перешла к нам из Запада. И во второй лиге потихонечку там с Запада перебираются команды. Это и «Олимпы», это и «Нестандарт». Но об этом все через две недели именно по второй лиге. Будет большая передача, именно посвященная второму дивизиону, золотой и серебряной группе. Там много что рассказывает, того, что много что случилось. Уже много, наверное, вы и забыли из того, что происходит. Сейчас вышка. Давай начнем в каком-то хронологическом, может быть, порядке. Ну, хронологический порядок «Метеор Зюзина» 5-0. Ну, это мы уже обсудили. Да, давай «Реальчики техносила». «Реальчики техносила» 1-1. Это все, что мы скажем об этой игре? Ну, нет, наверное. Ну, давай начнем с того, что раннее начало игры «Техносила» приехала неплохим составом. «Реальчики» в последнее время в кризисе. Не набирают очков, но по игре показывали, были просветы. Помню, мы матч с тремя звездочками. Да, там звездопад карточек. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но там нужно было управлять игрой. Как получилось, так получилось. Выиграли «Звездочки» 6-4. Но «Реальчики» дали бой настоящий. Даже на то, что 0-4 проигрывали. Там такая концовка была очень интересная. Илья Лаевский в роли свободного художника. В атаке вообще шикарно. Но 1-1 «Техносила» не реализовала довольно большое количество моментов. Но «Реальчики» имели свои возможности. И Володина, галкипера «Техносила» мы тоже видели в игре. В целом, конечно же, «Техносила» была поближе к победе. Но «Реальчики» тоже могут где-то посетовать на то, что в этом матче не добрали очки. Так или иначе, «Реальчики» после долгой паузы с очками «Техносила» себя уже в этом сезоне от всего обезопасила. Первый сезон. Мы об этом и с Лешей Савулой общались. Говорил, что первый сезон адаптационный. Посмотреть, как играют команды, которые не борются за какие-то высокие, супервысокие места. При этом обладают каким-то мегабюджетом. Ну, я думаю, что адаптация «Техносила» к лиге заканчивается. И уже об уровне этой команды мы сможем в следующем сезоне говорить более уверенно. Ну, да, в принципе, многие коллективы, которые первый год участвуют, ну, я думаю, не только у нас, но и в других лигах ЛФЛ Москвы, все-таки первый сезон всегда уходит на адаптацию. Надо понять, какой уровень сопротивления, какой уровень непосредственно твоей команды, как она может сопротивляться своим оппонентам. И я думаю, в следующем сезоне «Техносила» может нас удивить, потому что мы знаем о том, что запас прочности в отношении кадрового состава у них есть. И проблемные позиции, я думаю, они закрыть смогут, просто пока не видят в этом смысла. Допустим, ну, как Аминьева, да, который там уже у нас с осенью начинает. Ну, давай, Аминьеву мыли. Не, я просто вот для сравнения, как бы, кто-то сразу начинает использовать свои возможности, кто-то постепенно, то есть, ну, значит, кто-то видит то, что им сейчас это необходимо, а, допустим, «Техносила», уверенная в своих силах, понимает, что, ну, это можно отложить до следующего сезона, чтобы там, ну, элементарно даже ребят, которые с первого тура у них, чтобы их даже не огорчать. Согласен. Давай дальше, в фронологическом порядке, столица «Артель» провела два матча за выходные. Первый матч в субботу, соберникам был удар, команде необходимо было побеждать, и примерно сутки было на восстановление перед суперматчем с «Метеором». Ну, легкая победа получилась у столицы «Артеля», 8-2 выиграла команда, «Имран Ковтарашвили» там очень хороший матч провел, «Максим Левский» забил свои очередные мячи, ну, и удар там ответил ударом Бориса Игнатьева и Владислава Лихошерстова. Удар поменялся сильно в пандемию, говорили мы о Зюзино, скажем о том, что три человека из Зюзино перешли в удар, не всегда они приезжают, ну, в ударе ведется работа, и я думаю, в этом сезоне все задачи, в принципе, решены. Сейчас задача сохранить костяк, может где-то усилиться, и на следующий сезон удар мы увидим, я думаю, чуть другим, уже с другими задачами на сезон уже можно будет смело говорить о том, что команда будет бороться не то, чтобы там закрепиться в высшем дивизионе, а можно будет говорить о том, что это крепкий середняк, команда, которая точно должна быть и в середине пермьерной таблицы, а может быть где-то там и выше выпрыгнуть. Ну да, мы вот с тобой об этом как раз и говорили, кто-то откладывает свой, да, вот этот вот момент по комплектованию на более определенный срок или на определенный, а тот как удар, ему необходимо было решать задачи по спасению коллектива в высшем дивизионе, и соответственно они этим воспользовались, благо трансферное окно позволяло это сделать, оно было довольно-таки обширное и по времени, можно было даже не только пригласить тех, кого уже знаешь, но еще и присмотреться к кому-то и может быть даже у кого-то перехватить игрока. Ну так или иначе, удар на 11 месте, 30 очков команды после 26 матчей, ну и в запасе. Да, все резенки умерли. Давай отметим про эту игру, скажем отдельно, про столицу будем говорить позже, о том, что при счете 1-0 в ситуации, ну там, такой 50 на 50, и Вильям Петросов совершил фолк, который в принципе, ну там может быть около штрафной, но он говорит, сам я безумно слышал, но неважно, так или иначе, Вильям Петросов получает желтую карточку, и на суперматч выходных с Метеором он дисквалифицирован. Отметим мы это, потому что это столб обороны, столица Артель, и сутки были руководства столицы, у нового тренера столицы, но опять же, давайте о столице попозже, было, чтобы это решить. Все, это в принципе все, что можно сказать об этом матче. 8-2, победа по делу, и давай переносимся уже на события воскресенья. Воскресный день у нас начался с матча Пищевик-Бутова. Такой по вывеске матч равных команд. Бутова начинает находить свою игру потихонечку. Помнишь, как мы радовались в начале сезона, но это было уже год назад, тоже, кажется, начало сезона год назад, когда появилась молодая поросль в Бутово. Как мы радовались тому, как они играют, какой футбол показывают. Потом команда пробуксовала, но сейчас, сейчас потихонечку находят они свою игру. Две победы подряд одержали подопечный Евгений Найденова. Кстати, сам Евгений у нас тренер в символической сборной туры, с чем мы его отдельно поздравляем. Это точно. Заслужил человек долгим, упорным своим трудом. Ну и сейчас Бутова, 29 очков, после 26 матчей. Здесь тоже все решено, команда безопрошилась. Здесь все решено, были проблемы. Помним мы, что позапрошлом туре даже, команда приехала на игру минус один. По ходу игры там еще игроку стало плохо, он ушел с поля, потом вернулся. И разговаривал я с Евгением после матча, и такое у него настроение было не самое радужное. Но, мне кажется, это человек, который очень давно в нашей лиге помнит еще те, кто постарше нашего возраста. Те, кто там против меня, против тебя играл. Ну, против меня там, кто играл точно. И я сам играл против Евгения. Мы сражались только против друга. Я вратарь он нападающий. И, мне кажется, он для него это как отдушина. И не верю я в то, что Бутова по каким-либо причинам мы не увидим в следующем дивизии. Нет, Бутова будет жить. И я думаю, ну не думаю, я знаю то, что идет определенный прицел на определенных игроков. То есть команда будет комплектоваться. И в следующем году темная лошадка может быть Бутова. А по поводу игры с пищевиком нынешней, могу сказать то, что на зимнем кубке мне предоставилась возможность выступать за Бутову. И цель была одна на весь турнир. Бутова оказалась в одной группе с пищевиком. Евгений Михайлович в раздевалке сказал, мы можем проиграть все матчи, но пищевик обыграть мы обязаны. То есть даже в этой ситуации, видишь, что показал нынешний тур, то есть вне зависимости от того, что было там, условно говоря, вчера, на эту игру приехали все. И молодая поросль появилась, подъехала. То есть и бойцы, которые никогда не пропускают, были тоже вновь. Нет, молодая поросль как таковой-то ее не было. Были новички. Очень неплохо себя Тимур Фугин показывает, который с команды второй лиги перешел. Но я всегда говорил, даже когда он играл в команде второй лиги, когда он туда переходил, я говорил у кого-то этой команды, что это не игрок второй лиги, что это игрок к вышке 100%. Ну ему еще обтесаться надо, еще не хватает ему где-то опыта. Где-то он торопится, где-то не успевает он еще понимать перестроение. Но в принципе, в 20 лет это нормально и все этим страдали. Поэтому матчу могу сказать, что Бутов контролировал полностью игру. И несмотря на счет, не будем забывать, что Бутов ввело 2-0, потом счет стал 2-1, потом 3-1 Бутов ввело. И лишь в конце пищевика. Там было добавлено 2 минуты, и на второй добавленной минуте уже забили. 3-2. Это будто бы уже решило все свои вопросы. Ну, хотел бы по этому матчу выделить гол у своего старого знакомого Александра Кротова. Великолепно Александр пробил в дальнюю 9, несмотря на то, что там, не знаю, что произошло в тот момент с вратарем пищевика. Но очень динамичный, красивый момент. И если есть возможность, обязательно посмотрите на ЛФЛ ТВ. Александр тряхнул так стариной и дал понять, что рано мы его списывали. Ну, Александр, вообще, опять же, вернемся к символической сборной тура. Прошлого только 25-го. Проводит хорошо, сейчас в хорошей форме. По символической сборной тура он был 25-й. А здесь сейчас забивает один из самых красивых голова туров. То есть все, что он зимой говорил, когда мы с ним общались, я вот уже не успеваю, я уже все. Лукавил. Лукавил явно, да. Судя по тому, что он вытворяет по весне, ну, по весне образно, к сожалению, вынужденная пауза. А вот сейчас то, что он вытворяет, конечно, напоминает себя самого, там, десятилетней давности. Давай о пищевике. Пищевик тоже, в принципе, все задачи решил на этот сезон. Когда мы говорим о том, что решил задачи на сезон, мы говорим сейчас только о чемпионате. Попрошу не путать с кубком, потому что на кубок, понятно, у каждой команды свой отдельный настрой. Ну, команда закончила, можно сказать. Вот у нас год назад был в студии Олег Есенов, и он нам все рассказал о том, как вот пищевик уходил от вот этих уплатных игроков, как громкие для ЛФЛ Москвы имена. Там, Денис Назаров, Фуртиаде, Фурмансоокеан уходили из команды, как пришлось перестраивать клуб, как все, вот это было тяжело. Но сейчас вот в этом году тоже перетрубаться игроков. Мне кажется, сейчас вот концовка, и в следующем сезоне мы уже должны видеть хороший пищевик. Ребята понимают, во что они играют. Есть неплохие дозаявки, есть молодые игроки, которые, естественно, окрепнут. Будущие у команды есть, и это хорошо. Перспективы роста есть, самое главное. То есть, ну, понятно, что там команда, может быть, за первую тройку в следующем году сразу грыться не будет. Но, условно говоря, там место в шестерке, почему бы и нет. Да, все возможно. Мы об этом говорим, мы это говорим и о Бутово, мы это говорим и о пищевике. То есть, это интересно, в каком состоянии будут команды. И это вообще в общем уровне у Лиги позволит подрасти. Давай мы сейчас дадим прямую речь игрокам. После матча брали мы интервью у Валида Худайбердина, игрока Бутова. Сегодня у нас на интервью игрок команды Бутова Валид. Валид, как для вас складывалась эта игра? Ну, для нашей команды все игры тяжелые, так как любим себе привести. Но все, как считаю, контролировали игру, могли больше забить. Ну, 3-2, как говорится. Игра за 6 очков была, взяли. Довольны результатом? Ну, могло быть и лучше. В целом, да, 3 очка взяли. Валид, какие у вас задачи на кубок? Ну, всегда ставим максимальные, но наша команда сейчас страдает от сбора на игру. Если будем собираться, думаю, что дойдем. Как для вас складывается этот сезон? Сезон неудачный. Немножечко боремся, чтобы остаться. Хотелось быть выше, но опять же сбор команды, все, как бы портится. Но стараемся, вот побеждаем вторую игру подряд. А какие ставите задачи на следующую? На следующую максимальную даже. Как говорят, у нас главное не вылететь. После матча Пищевик-Бутова у нас идет в технологическом порядке матч между Меркурием и Шальными. Значит, такие матчи очень тяжело анализировать. Все настолько очевидно и понятно. 10-2. Шальные на себя, конечно же, не похожи. Какая-то была команда на летнем кубке. Да, где-то, может быть, повезло. Где-то какой-то был там 1-2 игрока. Но не может команда, которая в полуфинале летнего кубка проигрывает по пенальти у спенки. И показывает прекрасный, замечательный футбол. И мы думаем, что это там и ребята из западной лиги интересовались, на каком месте у вас эта команда. Мы говорим, да она у нас на 14-м месте в зоне переходных матчей. Они говорили, да как так, что у вас за лига такая? И здесь команда проигрывает крепко. В Меркурию здесь едва это проиграть не зазорно. Но просто, знаешь, не было вообще ничего. Здесь едва не зазорно, не знаю. Нет, ну Меркурию проиграть можно. Нет, ну не то, что я слышал, поражение. Да, не за счетом 10-2. Не за счетом 10-2, да. Меркурий сама по себе команда, да, она дерзкая по спортивному, злая. Там опытные ребята собранные, которые там больше 10 лет играют в ЛФЛ. Вопросов нет. Команда, которая цеплячья до ужаса с любым соперником. Но это команда, которая не приучила лигу к тому, что они там полную войску отгружают своему сопернику. И шальные, которые в принципе на летнем кубке показали то, что у них неплохо, неплохо выстроенная оборонительная игра. Да, 2-10. Я разговаривал с одним и с другим после игры. И я тебе могу сказать, что игроки шальных говорят о том, что вот Егоров, Витя сломался, центральный защитник капитана, лидер команды. И его нет на поле, и все оборонительные редуты почему-то у них нет. Но у меня есть другая информация. Мы не называем имион. И по понятным причинам мы не называем. Потому что какие-то из контейнеров... Кто-то будет не согласен, кто-то еще что-то не важно. Мне не такое, что вот именно вот трешилась от этих шальных. Помнят о шальных первой дивизионе. Это вот такая вот команда, играющая в агрессивный футбол, борьба, подкат. Это такая же, как Меркурий, понимаешь? Они не выступали, там ни один сантиметр поля. Да, где-то, может быть, что-то не получалось, но был почерк. И вот игроки между собой, кто раньше, может, играл и сейчас они играют. Они говорят о том, что нет вот этого треша, вот этих вот шальных старых, их нет. Ну, о чем говорить, команда, которая боевая там, да, и все. Смотри, проигрывает до 1-0, Курьятов забил очередной свой мяч, открыл счет. И потом с 21-й по 26-й минуту за 5 минут команда получает 5. Ну, то, о чем... Не было ни удаления, ничего. Команда просто рассыпалась. На бровке был Митрий Шалин, главный тренер команды. Ну, тут я не знаю, что может сделать тренер, если команда так пропускает. Не тренер же выходит за игроков. Хотя Дмитрий, мы помним, как прекрасного защитника. Ну, что-то вот не получилось. У команды, да, нету Егорова сзади. Он сидел на скамейке запасных. У него травма. В принципе, в воротах герой летнего кубка Бучнев. Все игроки, в принципе, неплохие. Да, там, нет, не было Роберта Долгова на этой игре. Не было там еще, может быть, я говорю, ну, 1-2 игрока. То, что их нет, не дает права команде 2-10 уступать. Так в том-то и дело, то, что, на самом деле, перед этой очной встречей, это по стилю одинаковой команды. И Меркурий, и Шальны. А в очном противостоянии выясняется то, что Шальны вообще даже и близко не Меркурий, понимаешь? Ну, понятное дело, что Меркурий там у нас в пятерке сейчас находится, понятное дело, вопросов нет. Но они каждый год пятое, шестое место занимают, там, седьмое край. Они ниже своего уровня не падают. Вы боретесь за выживание. Вы прекрасно провели месячный, полуторамесячный отрезок. Как? Что? Не знаю. Акцентировано ли идет что-то? Я не знаю, но судя по... Давай по календарю, да. Да, по календарю. Проблемы большие. Да, так у них и плюс ко всему и остался Метеор, Ника, Пищевик, Любители, Реальчики. Ну, с Реальчиками, ладно, это борьба. Вот, знаешь, с Реальчиками такое ощущение, что будет, учитывая календарь Шальных и Реальчиков, мне кажется, что вот в этом встрече, опять же даю прогноз свой, если кого-то обидел этим прогнозом, не обижайтесь, будет борьба за 14 место. Решится, кто вылетит напрямую, а кто останется еще... Останется шанс остаться в высшем дивизионе через зону плей-офф. Ну, там очень тяжело, там в первом дивизионе, о нем будем позже разговаривать, там любая команда из пятерки... Не сахар далеко. Не сахар далеко. При Меркурии все сказано. Меркурии крепкая классная команда, Кирилл Груглов молодец. Вот тоже, кстати, насчет команды как-то семья, команда с общими интересами, сплав опыта и молодости. Нападение там вообще шикарное, там и Билли Сесока, и Денис Лисаренко, и крайние полузащитники, Вайнер, кстати, младший, не Вадим, а еще один Вайнер. Прекрасный матч провел, Курьятов это классика. Давай после матча даем слово Вадиму Вайнеру и заканчиваем об этом матче. Сегодня у нас на интервью игрок команды Меркурии Вадим Вайнер. Вадим, скажите, пожалуйста, как для вас складывался этот матч? Первые пять минут тяжело, остальное все так, как мы играем, так, как мы планировали. То есть все сделали так, как... То, о чем мы говорили перед тобой, все сделали правильно. Какие задачи ставили на этот матч? На этот матч выиграть. Довольны были ли вы результатом? Да, абсолютно. Какая произошла у вас транспортная кампания? Никакой. Выздоровели... Должны выздороветь все те, кто болели, и все. Ну и начать ездить тем, кто редко ездит. А так у нас с набором на игры полный порядок. И какие задачи у вас стоят на конец сезона? Играть в суббол, выиграть в первый матч. Спасибо большое с нами. Был сейчас на интервью игрок команды Меркурии Вадим Вайнер. Дальше у нас матч любителей керосинка. Для меня результат, знаешь, на первый взгляд может быть институционный, а на другой взгляд нет. У любителей мотивации турнирной уже нет. Показал это, помнишь, у нас трансляция была не так давно, но с зарядом игра, прямой эфир стоит, команда приехала в минус один, и все эстетические удовольствия получили от просмотра этой встречи. И здесь вроде бы, после первого тайма любители ведут 1-0, Саша Лузан счет открыл, но Юрий Коробков счет сравнял, Иван Лукин вывел вперед, прошу прощения, керосинку со счетом 2-1. Ну а дальше Коробков, Лапшин и снова Коробков, который сделал хит-трик, попал в сегодняшую сборную тура, делают счет 4-2 в пользу керосинки. Керосинка проводит тяжелый сезон, сезон переходной. Помним мы, что летом там были проблемы, и ушел один из основателей, руководителей команды, один из двух, Саша Пономариев, ушел на юг, сейчас играет за тройку. Дмитрий Третьяк остался и решил сохранить команду, потому что реально висел под вопросом участия керосинки в юго-западной лиге. В итоге команда играет, команда обновляется, показывает хороший футбол. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но молодцы, ничего не скажешь. И ты знаешь, по этому матчу можно сказать, что и любители керосинка играют примерно в одинаковый футбол, ребята любят контролировать мяч, создавать моменты, и в своих оборонительных порядках надеются только, условно говоря, на своих центральных защитников и тех, кто успеет им помогать. Поэтому, в принципе, лучше сейчас, я так понимаю, климат у керосинки, нежели у любителей, поэтому и такой игровой счет 4-2. Любители просто, мне кажется, без мотивации. Была бы какая-то мотивация, у них, может быть, и по-другому выстраивалась бы игра, так переехали с одним запасным опять на матч. Ну, посмотрим, мне кажется, с Дайгером и ТС Ром, перед следующим сезоном Олег Белокопытов сделает выводы, и в следующем году мы увидим старых добрых любителей. Ну, вполне возможно. Давай, сейчас мы чуть-чуть перепрыгнем на 2 часа и поговорим о матче Ника «Заряд». 4-3 выиграл «Заряд». Ника за последние туры наконец-то показала хороший боеспособный футбол. Приехал Илья Мадилов. Очень давно мы его не видели на полях Юго-Западной лиги. И сразу же, на пятой минуте, я себе напомнил, отдал голевую передачу на Сергея Комарова. Еще через 10 минут Сергей уже, Илье, ответил тем же голевой пас. Так и закончился первый тайм. Ну, а дальше включилась-то эта вот «Зарядовская машина». Знаешь, тоже эмоциональная команда, как и Ника. И Артак Александян, игрок с опытом игры в высшей лиге Армении. Забил два мяча. Дальше он же отдал передачу на Илья Рубцову. Ну, Григорий Герасимов на 45-й минуте счет сравнял. И Артак Александян оформляет хит-трик на 59-й минуте с передачи Антона Свирина. Эмоциональная победа «Заряда» 4-3. Сейчас мы чуть позже дадим интервью Андрею Проказы, где на самом деле он считает, что победа закономерная. То, что у Ники было три момента, и все они их реализовали, а «Заряд» должен был крупнее выигрывать. Рас трудно только тем, что на ноль не сыграли, хотя была установка на ноль. Ну, «Заряд» услышим мы сейчас мнение игрока. Задача закончить сезон в тройке. Не знаю, тяжело это будет или нет. Антон, ты у нас разбирал календари команд. Ну, «Заряда» две такие средние игры. «Пищевик» и «Реальчики». «Пищевик» в принципе мы с тобой уже обсудили. Мы будем транслировать, кстати, эту игру в воскресенье в 11.10. Мы спросим вас к экранам. «Пищевик» и «Заряд» в прямом эфире. Ну, «Реальчики» борются за выживание, но, думаю, не конкурент они сейчас за ряду. Ну, и «Огненные» два тура в конце, три звездочки. И, соответственно, «Столица Артель», мечтаете о тройке. Все в ваших руках. Мне кажется, вот игра с тремя звездочками, и не теряйте очки со столицей, а выигрывай звездочки, и дальше уже. Ну, набирай 12 очков и смотри, как сыграют звездочки. Ну, да, получается так. То есть, все в их руках. В принципе, тройка для них сейчас еще открыта. Но по сравнению с конкурентами, есть тем же тремя звездочками и «Артель». Я еще «Артель» могу зацепить сюда пока еще теоретически, хоть и шесть очков отрыв. Но у трех звездочек «Удар техно-сила» Бутова. Техно-сила, может, да. Бутова, думаю, с тремя звездочками. Ты знаешь, хотя знаю принципиальности. «Артельная тема» — это можно передачу двухчасовую снимать. Про этот матч, что до матч происходит, что после матча. Это мы оставим. Это вопрос, да, под вопросом. То есть, ну, а у «Артель» та же самая техно-сила Бутова, как и у трех звездочек. «Заряд» и «Зюзин» на перенесенный матч. На этом мы можем три очка уже писать. Так что… Ну, «Заряд» будем посмотреть. Будем посмотреть. А «Ника» задача стояла. Видели мы презентацию. Мы уже неоднократно о нашей задаче говорили. «Петринка» на посту главного тренера. На группу ВКонтакте «Ники» мы это видели. Но, к сожалению, не получилось. Очень много причин. И мне… Ну, жалко, что вот так происходит с «Никой» в этом сезоне. Команда очень приятная. Команда с своим стилем игры. Команда давно в лиге. Мне почему-то кажется, что разберутся сейчас ребята в перерыве. Вообще, вот, который будет после чемпионата, чего делать и как. И должны увидеть боеспособный коллектив. Видишь, вроде и трансферы в команде были на вход хорошие. Там и Дмитрий Бадырягин, но потом он там по каким-то причинам две игры сверкнул, перестал ездить. Еще кто-то. То есть, ну, в принципе… Ты знаешь, в «Нике» сейчас нет баланса. Вот я бы так подытожил. В «Нике» нет баланса. И игроков берут и молодых, и известных. Но баланс так и не находится. То есть, пока не будет четкой цели, в какой футбол они собираются играть, какие задачи перед командой стоят. И, соответственно, уже исходя из этих двух хотя бы компонентов подбирать состав, они будут выступать вот так, как в последнем матче с «Зарядом». Им постоянно будет что-то не хватать. С «Зарядом» в конкретной игре «Ника» вела 2-0. И, честно, я тебе хочу сказать, «Ника» контролировала ход игры на тот момент. И по большому счету ключевым стало то, что у «Заряда» получил травму. У «Зуровка» в Рацхеле, один из защитников, который был заменен, больше уже на поле не появлялся. То есть, где-то эмоционально вот этот импульс дало «Зарядовцам», и они смогли перевернуть ход так неудачно складывающейся встречи. Но если бы вот этой мелочи, хотя в футболе мелочей не бывает, но вот эта мелочь, казалось бы, ну что, у тебя там 8 человек на замене, один игрок ушел, там вышел другой. Примерно уровень игроков, ну, оборонительного порядка «Заряда», ну, примерно, давай не лукайте, он примерно одинаковый. Но это сыграло роль ключевую. Ника, контролируя игру, не может ее довести до конца. Раньше у этого коллектива не было таких проблем. Раньше, если они брали быка за рога, они дальше укатывали своего соперника, то у них даже мяч не отнимешь, какие там голевые моменты создать. Здесь же мы понимаем, что игровой дисциплины нет, оборонительные порядки судорожно собираются каждую игру, то озеров Потапов, то Потапов еще с кем-то, то озеров с кем-то. То есть, ну, нет стабильности оборонительных порядков. Пока не будет стабильности, пока не будет баланса, то, о чем я говорил в начале обсуждения Ники, ну, ждать что-то от них не придется. Я думаю, летом разберутся. Я думаю, ну, не летом, это надо будет разбираться. Ну, летом, по привычке, я говорю, летом. В ноябре. Летом уже разбираться некуда. Я думаю, Денис Петренко и Михаил Марголин разберутся, и все будет хорошо. Мы будем забывать то, что Петренко у нас обладатель неоднократной чемпионства на Юго-Западе, да, неоднократно выходил и в финалы общемосковских клубков ЛФЛ, и как бы человек с опытом. Мы уже об этом говорили, и уверены, что там все наладится. Главное, чтобы желание не пропало. Это заряда проказа Андрей. Андрей, как для вас сложилась эта игра? Игра сложилась очень тяжело, но мы были гораздо сильнее, считаю, соперника. Им буквально там, их три момента, им повезло, они забили свои голы. По игре мы были гораздо лучше. Я думаю, победы закономерны. Игра сложилась так, как вы планировали? Нет, мы планировали с нулем уйти. Голы в наши ворота. Что, по вашему мнению, стало причиной того, что вы пропустили? Небольшие ошибки в уговоре, не более того. Какие планы у вас стоят на концовку сезона? Падание в тройку. И какие планы вы ставите перед собой на кубок? Кубок дойти до финала в зиму. Точно. Давай, три звездочки Аминьева. 4-4 с камбэком Аминьева на... В добавленное время. В добавленное время. Что можешь сказать вообще по этой встрече? Ну, по этой встрече могу сказать, что первый тайм очень-очень сильно Аминьева давила звездочек. Несмотря на то, что комментатор матча говорил вещи о том, что три звездочки держался под контролем. Не знаю, 20 минут там был полный контроль Аминьева из 30 мяча и создавались моменты, постоянно создавались моменты. Три звездочки непривычно для себя играли в контратакующей манере. Ну, Таша Аминьева типа мяч забрала, понимаешь? Давай мы говорим, что у всех перестройка. Давай скажем, перестройка, но у звездочек перестройка вообще сумасшедшая. В ходе сезона давай к любой команде мы скажем потерять. Севастьянов раз, Некрасов два, Никонов. Никонов три, Пурцеладзе четыре. Уже хотя бы вот эти четыре фамилии. Плюс голкипер, Мега Титан, по-моему, перешел. Гаврилов с оптом наступления в чемпионате Белоруссии в Мишей лиге. Я тебе помню, рассказывал эту историю как футбольный менеджер, что я не мог понять, что это такое. Посмотрел, а потом думаю, да ничего себе, это как-то еще бы три звездочки. Этого парня, я это видел. Да, 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 да. Вот. Поэтому тяжело. Да, пришли новые футболисты. По словам, опять же, Ярослава Моисеева, это какие-то звезды футбола. Там Тимур Тимирбулатов, Марк Балде. Особенно там еще мне расписывали Генри Тикова, что это человек закончил какую-то там футбольно-английскую школу, там, не знаю, Фулхам, Вестхэм, Тоттенхэм, неважно. Но каждый год больше тысяч человек закончили футбольные школы. Я думаю, они по уровню ничем не хуже английских там Фулхамов и так далее. Да, да. Фулхам уже там какой год не может Премьер Лигу выбраться, а если выбирать, что он летает обратно? Не хочу вас расстраивать, что Фулхам сейчас играет Премьер Лиги, но давай ждать его обратно, чего. Да, как начал он. Давай, ну, у нас в передаче не обухали. Классная Академия. Так или иначе, 4-4, очень плохой для себя матч провел Александр Локтионов. На себя он не похож, два мяча он подарил 13 звездочкам, третий, четвертый мячи. Ну, бывает так у вратарей, что не пошло. Ну, как принято говорить, да, не день Бэкхэма, это касательно полевых игроков, но здесь не день Локтионов, тогда у нас будет ЛФЛ Юго-Запада. Отметим мы дебют, конечно же, Дениса Глушакова. Это событие не рядовой для ЛФЛ, а минимум нас радует уже, сколько уже звезд таких вот футбольных увидели, те люди, которые еще в том сезоне, потому что мы сегодня играли в Премьер Лиге, Александр Самедов, вообще он два года назад на чемпионате мира играл. Соответственно, Александр Самедов, Роман Шишкин, Дмитрия Сычева мы еще в регулярном чемпионате только не увидели, он пока только на летнем кубке засветился в составе Аминьева, но я думаю, что и Сычев скоро на Вернадке парк появится. Денис Глушаков здорово дебютировал. Знаешь, что я для себя отметил, что в хороших физических кондициях он находится и старается, именно, вот, видимо, не хватает ему игровой практики, поэтому пошел он играть в Аминьева. Как он выкладывался, знаешь, у него где-то уже в минуте на 20-е я обратил внимание и своему коллеге Денису Никонова, который в поле работал, я на резерве работал на этой встрече, сказал, я говорю, смотри, майку отжимать уже можно. То есть человек вышел и с огромной самоотдачей играл. Да, может быть, где-то он не вступал в какие-то жесткие стыки, где-то специально не шел, потому что понятно, что Денис Глушаков собирается продолжить свою профессиональную карьеру, но было видно, что человек вышел, значит, не покурить там себя, показать, а именно вышел играть в футбол. Из-за меня, когда у тебя партнером по центру полузащиты является Александр Павленко, который там селится в подкатах, бегает за всеми этими молодыми, быстрее, чем эти молодые сами могут бегать, то, я думаю, это неудивительно. Тем более, Александр уже закончил, Денис, как понимаешь, еще собирается продолжать. Денис собирается продолжать. Поэтому в данной ситуации, даже если вдруг у него и мысль какая-то закралась где-то очень глубоко, он не смог себе этого просто чисто по-человечески позволить. Давай скажем, что в Амине вне было Александра Трудникова, травмирован он был, был на скамейке запасных, поддерживал команду, но тяжело без него, потому что он, конечно, разгоняющий. Разгоняющий, замыкающий и за микроклимат отвечающий. Вместе с Дмитрием Кирюхиным, мне кажется, они там отвечают. Дмитрий Кирюхин тоже был одинок, и он не так часто даже и в этом матче на поле появлялся без своего старого доброго компаньона по оружию. Ну, давай подытожим. Аминьева в этом сезоне вполне по силам заехать в пятерку. Показателем будет следующий год. Я честно тебе скажу, желательно, не то, что желательно, а было бы красиво, если Аминьева в Еврокубке пока что никак не попадает, и столько через кубок. И я к чему это говорю, сейчас мы дадим интервью Александру Павленко после матча. В том, что у меня задача, конечно же, выиграть кубок, и команда, если выиграет кубок, она заезжает в Еврокубки, это будет интересно. Вот команда уже с таким составом будет играть в Еврокубках, повышенное внимание к лиге и так далее. Просто наши результаты в двух последних Еврокубках, в двух последних, в двух главных Еврокубках, в прошлом прощении ЛФЛ, это и Лиги Чемпионов, и Кубки ЛФЛ, они, конечно, такие, что можно за голову хвататься, и рейтинг ниже некуда, всего три команды, и, может быть, за счет команд типа Аминиева, и кто там будет чемпион второго места, который там чемпион в Лиге Чемпионов, там, в принципе, у нас три претендента, там у звездочек сейчас меньше шансов, да, понятно, что главный фаворит это у нас Метеор, за второе место там звездочки столицы Артель, они там в двух очках друг от друга, все может быть, неважно, но от Аминиева, конечно, можно пожелать через кубок выйти в, ну, по спортивному принципу, выйти в кубок Алфейл, это было бы интересно. Ты вспомнил о Дмитрии Сычеву, который явился на летнем кубке, я думаю, под кубок Юго-Западной лиги он подъедет, такой кубковый такой, шалисман-джокер, да, будет для Аминиева. Давай, даем интервью Александра Павленко, и переходим к следующему матчу. Сегодня у нас на интервью игрок команды Аминиева Александр Павленко. Александр, как для вас сложилась эта игра? Ну, я хочу сказать, отметить команду соперника. Я думаю, что за все мое участие, сколько полгода я играю, наверное, самый сильный соперник нам попался. Поэтому было тяжело, но мы не имели права проигрывать, поэтому держали до конца, хотя тяжело было сравнять счет. Как готовились к этой игре? Если честно, мне было очень тяжело, потому что я не занимался, у меня было большое проявление, я индивидуально занимался, поэтому вот так вот. А так, в принципе, еще собирали команду, ну, так, чтобы теоретические занятия и такого не было. Поэтому вот так. Какие состоят задачи, на конец сезона? Как можно выше подняться? Турнин таблицы. А на кубок какие задачи ставить? Победить. Победить? Ну, и напоследок матч Метеор столица Артель. Мне кажется, в этом матче Победи Метеор мы бы сейчас вот сюда бы посадили Зурабантия, повесили бы ему виртуальную медаль. Нет, повесили бы ему виртуальную медаль, выйти-то, может, тоже вышли, чтобы он что-то горячее сказал. Да, как он это сделал, вот этот час. Но нет, пока что коронация отменяется. Классный матч, скажу тебе, как прямой участник этих событий. Так же, получилось, мы вдвоем прямые участники, только ты в поле, а я за кадром. ты комментировал эту встречу. Знаешь, была равная игра, был задан высокий уровень борьбы, ну, знаешь, как мы судьи, в таких матчах мы выходим и первые пять минут мы еще с резервным моим арбитром, Тенисом Никоновым, он перед матчем меня спрашивает, в каком ключе ты хочешь провести эту встречу, ну, знаешь, можешь сразу засушить, на свисток посадить и все. Я говорю, нет, давай, говорю, сделаем так, пять минут, мы даем побороться, смотрим, как они на это реагируют. Какой уровень борьбы? Если, если, если не начнутся, вот эти, знаешь, там, рефты, смотри, он там меня подтолкнул, там, там, мне ножку не так поставили, здесь мне там на пальчик наступили, я говорю, тогда на свистулю. Если они реагируют нормально на всю борьбу, которую мы даем, значит, ведем в таком ключе. Если там уже где-то будет переступать, тогда уже пошли карточки и так далее. Все. И где-то минуте на шестой, как раз там вначале пошли стыки, какая-то борьба, я говорю, Дэн, смотри, видишь, абсолютно нормально люди реагируют. Там был какой-то момент, Игорь Фомич, эмоциональнейший футболист, и ты, кстати, сказал, что это в кадр не пошло, там он мне не руку жал, он мне пятюлю отбил, я ему объяснил, почему я не поставил штрафной, я говорю, смотри, мяч куда летит, и где ты, и все. У него уже потом была версия, была интересная, открытая, мужская, был мужской футбол. Да, может быть, там где-то был во втором тайме эмоциональный всплеск у Зурабантии с Дамиром Джалимовым, но там быстро тоже они друг друга поняли, там именно то, что кому-то послышалось, то, что он там что-то сказал, падая. Но это, знаешь, в сердцах там можно сказать все, что угодно, это было точно неадресно, и с этим разобрались. В конце первой тайме Митюр перехватил инициативу, помним удар в штангу, несколько раз Сурков вытащил. Ну, там привоз от Арсена Кадиева начался сначала, да, когда он там начал двоих обыгрывать, в принципе, Арсена заменили в перерыве, я об этом даже во время репортажа сказал о том, что Арсена Кадиева убрали за одну оплошность, и за счет этого Артель очень целостно смотрелся в обороне, потому что вышел Рахманов, несмотря на то, что он там рукой заработал пенальти в свои ворота, но все-таки сыграл довольно-таки качественно, на опережение много пытался играть. За счет темпа, за счет всего смогли, и в итоге, ну, в принципе, мы с Денисом общались по рации, было важно, кто забьет первый мяч и вскроет эту игру. Так получилось, что Антон Савченко очередной шедевр исполняет, 1-0, впереди столица, потом нереализованный пенальти от Игорева Мяча, ну, вот так бывает, да, сбивает... Потом еще не замыкает Игорь с дальнего угла. Я бы хотел отметить атмосферу вообще на стадионе. Следующая игра Ламини, но тоже не только поэтому. На эту игру уже собралось очень много людей. Знаешь, как вот до этого только по телевизору или там вживую если бы могли ехать на какие-то финалы Лиги Чемпионов ЛФЛ или же на континентальную футбольную лигу или матчи, которые проходили на Сеттон-парке, который почил в лету, ну, что уж поделать. Собиралась хорошая аудитория, была такая футбольная болельческая атмосфера. И вот тоже вот этот промах по мяча, знаешь, прям трибуны прям выдыхают. Вот знаешь, прям вот атмосфера футбольная. Я думаю, еще какая атмосфера? Посмотри, там вот, ну, чувствуется, что стадион живет, что вот, ну, футбол. Не то, что там, знаешь, два человека сидят там. Один из них там мама, другой брат там, да. люди пошли на стадион, людям это было интересно, смотрите, в ответной атаке столицы, я, кстати, еще общался с Вильямом Петросовым, который был дисквалифицирован, мы выше об этом сказали, и он был со спутницей, и он сказал о том, что, я ей сказал, что снеггить не забиваешь, ты сейчас получаешь. А там сразу в Азуратка прилетает. Да, 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 то есть, и гол, и, конечно же, Метеору стал уже совсем тяжело, сразу же вдогонку в третий, и в добавленное время четвертый, справедливая победа столицы, Метеору не унывать, все в их руках. Метеор, понимаешь, вот если вот еще немножко подытожить, вот эту встречу, Метеор оказался не в своей тарелке, они не привыкли проигрывать, они проигрывали по ходу чемпионата очень редко, а тут с таким соперником с равным, плюс когда ты не забиваешь пенальти, плюс когда ты не забиваешь еще очередной, стопроцентный момент, хотя мы не забудем о том, что Максим Левский в первом тайме за убойной позиции отправил в Воробьев шарик, и во втором тайме он тем же самым продолжал заниматься, безадресные какие-то скидки, там не пойми кому, у него ни один партнер не бежит, ну неплохо с Михаилом Павловым, с центральным защитником, так закусились, ну по-хорошему хорошо. Там борьба была, да, да, у них так интересная такая дуэль сложилась, все-таки с Максимом, казалось немножко попроще, чем с Владимиром Паваляевым, которому Михаил Павлов зарядил в глаз перед третьим. Это второй гол, как раз. Второй гол, да. И то есть Метеор не в своей тарелке, и при равенстве, видишь, они не смогли вырулить вот эту встречу, но это опыт, команда растет, и судя по тому, что они все равно на данный момент основной претенд на чемпионский титл, и им это только поможет. Пяточку. Им это поможет. Антон, давай скажем о календаре команд. У Метеора остаются шальные, о которых мы говорили, команда в кризисе, Керосинка, играющая команда, не знаю, это команда, которая приучила нас к нежным. Давай, мы пока без прогноза, мы просто скажем календарь. Любители. Ну и самый, наверное, сложный соперник у Метеора, это команда Меркурий. Если говорить по всем остальным, я вкратце уже прошел, все, у Артели остаются на финише, Техносила, Бутова, заряд Зюзина, которая снялась, три звездочки, удар Техносила, Бутова, заряд в последнем туре, ну и у Заряда, соответственно, пищевик, реальщики, столица Артели, три звездочки. Ну и соответственно, как раз к следующей передаче уже все будет понятно, и мы все это разберем. Давай слово к тренеру-победителю Юрию Давидову и переходим мы к другим событиям. Сегодня у нас на интервью представитель команды столицы Артель Юрий Давидов. Юрий, как складывался матч? Все ли шло по вашему сценарию? Матч был, в принципе, очень тяжелый, как мы и ожидали. В первом круге похожая по сценарию была игра, то есть моменты и той, и другой команды. В принципе, установку ребята выполнили, то есть сыграть дисциплинированно, свои моменты реализовать. Повезло, конечно, что соперник не забил пенальти, еще одну хорошую возможность допустил. Мы, в свою очередь, свои моменты забили уже в концовке, соответственно, из-за этого и выиграли. Играли с лидером чемпионата, готовились как-то по-особенному? Вы знаете, по настройу, конечно, готовимся, разбираем игру соперника, но именно в тренировочном процессе не могу сказать, что как-то по-особенному готовимся, потому что не всегда получается хорошо на тренировке собираться. Поэтому, исходя из того, кто смог сегодня приехать, сегодня у нас все, в принципе, были кроме дисквалифицированного Петросова, поэтому вариаций, так сказать, было много. А какие ставите задачи перед командой на оставшийся остаток сезона? Осталось три игры. Задача максимальная набрать 9 очков и надеяться, что Метеор свои очки еще потеряет. Какие задачи на предстоящий кубок? Кубок Юго-Запада мы ждем с нетерпением. В прошлом сезоне вышли в полуфинал, проиграли чемпиону, команде чемпионат. В этом сезоне точно собираемся дойти до финала и выиграть его. Поэтому будем с 100% самоотдачей туда приезжать. Друзья, переходим мы к первому дивизиону. Чуть попозже к нам присоединится Павел Артюнян, лучший бомбардир этого дивизиона. Сразу же переходим к турнирной таблице. Видим, что Рославь ипотека лидирует. 67 очков после 27 матчей. 62. 67 очков у Рославь ипотеки, 66 очков у чемпионата. И 65 очков у приоритета. У Атласа, который идет на четвертом месте, 58 очков. И трейдер Тим Гус, имеющий игру в запасе, после 26 матчей, соответственно, имеет 57 очков. Это мы говорим о первой пятерке. Прайд, который идет на шестом месте и потенциально там ММФ 2 еще может быть имеет какие-то шансы. Если они выиграют, конечно же, свои обе игры, то будет 50 очков. ММФ 2, Прайд. Ну, не знаю, мне кажется, что пятерка по-хорошему определена. Да, будут потери очков, но не верю я в то, что сможет Прайд в этом году заехать. Много было потеряно до этого. В нижней части мы видим, что три команды, которые вылетают, это, ну, Хэнгогер уже, понятно, у нас вне конкурса, но он идет в таблице. Нибиро, Химик и Метрологик на данный момент. Метрологик, попрошу заметить, это не тот старый добрый Метрологик, к которому мы все привыкли. Тот Метрологик сейчас называется Метрологик 2 играет во втором дивизионе. Команда Торпед Гагаринский идет в зоне переходных встреч. И Карбланш, Алмаз, Тонна, может быть, Вершина еще пока могут зацепиться за такую неудачную зону переходных матчей или прямого вылета. Метрологик, это команда, я не договорил, Городок 17. О ней мы подробнее в следующей передаче поговорим. Я думаю, что и позовем руководителей клуба, надо представить нам, кто к нам пришел и чтобы понимали, что это необычная команда. И я думаю, что, кстати, у Метрологик проблем с тем, чтобы остаться вообще не будет никаких. Ну да, их перспективы самые радужные, если я вот перечислю. Давай, мы по результатам пройдемся. Этого тура Тонна обыграл кооператив Озеро важнейший матч 5-4. Атлас на последней минуте побеждает Кривкую Селесту 3-2, но там у Атласа было куча нереализованных моментов. Прайд Алмаз расскажем поподробнее. Нибиро чемпионат 1-9. Метрологик побеждает Кроссхимик 7-4. Торпеда Гагаринские сильнее вершины 7-2. Это важнейшая победа для Торпеда. Торпеда тоже пару слов скажем. И приоритет Росвоен ипотека 1-4. Давай, теперь мы обозвучили результаты тура. Теперь потихонечку о нижней части мы сказали, но сейчас остановимся поподробнее. Исходя из каких-то результатов, которые были, Химик проигрывает как раз команде Метрологик в скобках Лесной городок, как у нас он пишется в Телеграм-канале. Мы даже так и пишем. Кстати, подключайтесь к нашему Телеграм-каналу, подписывайтесь на него ЛФЛ и ЗАО. Мы стараемся выкладывать оперативно все результаты матчей. Пытаемся что-то еще как-то улучшить наш контент. Там интервью хотим сюда выкладывать эксклюзивные, которые не будут попадать в передачу. Но пока что тяжело с этим. Физически людей не хватает. Но мы будем над этим работать и будем стараться. А так подписывайтесь. Там должно быть интересно. Также на Инстаграм подписывайтесь. Там активность, конечно, намного меньше. Но будем надеяться, что тоже это направление будет развиваться. Антон, давай. Химик, Метрологик, видел ты этот матч прям вот в двух словах. В двух словах городок вышел уверенный. Буду называть городок, чтобы потихоньку наши зрители готовились к тому, что в следующем сезону будут именно так называться. Повели 3-0. Повели 3-0. Полностью игра была под контролем. Потом мы расслабились. Получили 2 в первом тайме. 3-2. Закончился первый тайм. В начале второго в чем 5-7 минут пропустили еще 2. Химик повел 4-3. И тут улыбки у них куда-то пропали. То есть со скамейки начался пихать, что чего не слышно было в первом тайме. Пошло обилие замен. То, чего не было в первом тайме. Ну и за счет вот этого запаса прочности, который у коллектива есть, они подряд забивают 4 мяча и уверенно завершают игру с отсчетом. Ну а после матча банкет. Там этот, знаешь, банкет был. Я выезжал в стадион на полдвенадцатого. Знаешь, там этот аромат вот этого шашлыка над всем стадионом ввел. Как раз заканчивали целый матч Аминиевой и три звездочки. И знаешь, вот этот вот дым, мангал. В общем, там сумасшествие какой-то вообще. Ну здорово. Молодцы ребята. Классно. Давай дальше. Торпедо Гагаринские вершины. 7-2 Торпедо побеждает. Первое, что хочу отметить. Сергей Анатольевич Цыплаков. Сергей Анатольевич большой. Начал появляться на стадионе. Это не радует. Один из главный основателей Торпедо. Все-таки Дмитрий тогда еще был в таком возрасте, в котором все-таки нельзя было управлять командой. Поэтому Сергей Анатольевич уже может так наверное начал появляться на стадионе. И возможно вот этот какой-то импульс дало. Плюс Игорь Кочетков опытнейший футболист. Пополнил цвета Торпедо. И вершину 7-2 победить ты знаешь непросто. Вершина непросто. Но ты знаешь Цыплаков вернулся 2 из 2. Года подряд. Вот я и об этом связи говорю. Поэтому будем надеяться что Сергея будем чаще видеть. Дмитрий конечно тоже. Ну а вершине надо мне кажется вершина все-таки будет нормально. Как-то включат они какую-то передачу. В воочных встречах ты знаешь они показали то что воочных встреч со своими соперниками именно воочных когда им это очень нужно. Старпедо в принципе тоже очки нужно было брать. Но вот в ключевой момент они умеют собираться и решать свои задачи. Я думаю обратно второй дивизион они вряд ли захотят. соглашусь с тобой Нибир чемпионат 9-1 победа лидера над командой которая в принципе идет на последнем месте Нибиру и кубковую игру до этого проиграла Кубок мы в следующей передаче очень подробно осветим расскажем о всех перипетиях уже команда первой дивизионной вылетает из борьбы Нибиру вылетела Химик вылетел от команды второй лиги как раз передачи посвященной второй лиге мы это все расскажем Нибиру неудачный уикенд поражение 1-9 от команды чемпионат команда которая сейчас идет на втором месте очередные обновления в чемпионате скажем мы знаешь как мне в сердцах ну не в сердцах просто Виктор Белов шутку в сердцах он сказал да мы Максим Мельянцев же знаешь о том что перешел в пищевик из чемпионата нам не привыкать что у нас капитаны команды уходят в пищевик я так понимаю что Александр Абрамов Павел Григоренко теперь Максим Мельянцев ну видишь как хорошо ну это мне напоминает опять же заменяюсь к Торпеду Гагаринскому как из Кривисовета в Торпеду Гагаринскому футболисты переходи мне вот что-то что-то да зато дерби самые жесткие были ну ладно сейчас не об этом давай мы дальше пройдемся о матче про это Алмаз я расскажу проект на шестом месте знаешь была принципиальная игра приехали с хорошей явкой обе команды у Прайда не было Антона Гвоздухина но был Максим Копейкин который провел довольно классный матч и знаешь я хочу отметить что Максим молодец и в плане того что все мы знаем что очень тяжело в плане Прайда очень эмоциональная команда бывает то что Максим ну взрывается с арбитром любит поговорить нет был был пара моментов объяснял вообще ни тех криков ничего и после матча пожали другую руки молодец Макс здорово ничего не скажу игра была равная до 45 минут счет был 1-1 у Алмаза вернулся старый новый главный тренер помнишь тогда Леша Лыхин нам сидел рассказывал что они его взяли потом он пропал куда-то команда вышла в полуфинал кубка тогда вот перенял сейчас же этого тренера можно видеть в Лиге Ф Василий Уткин на проекте он тренирует какую-то из команд к сожалению не могу уточнить пока какую и вот пошла игра и до 45 минуты в принципе была абсолютно равная матч дальше что-то случилось с защитником Алмаза Олегом Твердовым что-то он психанул не поделил что-то с тренером попросил замену и после этого знаешь все как рассыпалось там началось с того что Олег подключился в атаку пробил не точно ему тренер сказал не подключайся лучше там сзади останься потому что ну не идет у тебя удар ну нет у тебя удар ну что там все говорят не твои да пошла какая-то эмоциональная реакция и в итоге замена и видимо может там как раз и самоотверженности Олега не хватило и в итоге 5-1 Прайд на классе раздел Алмаз после матча мы взяли интервью у игрока Прайда Олега Райкова давай дадим ему слово сегодня у нас на интервью игрок команды Прайда Олег Райков Олег что можете сказать по поводу вашей сегодняшней игры сегодня победили в очень упорной борьбе ну конечно концовку отыграли хорошо первый тайм игра была равная даже счет 1-1 был вот боролись команда очень хорошая была оппонент наш быстрые игроки боролись пытались найти свою игру экспериментируем и вот победили уверенно в конце добили соперника Довольны были результатом игры? Да очень довольны конечно первый тайм очень сложно было пытались найти свою игру но в итоге все-таки да нашли и хорошо отыграли очень довольны партнерами по команде все сегодня выложились на 100% какие у вас задачи стоят на концовку данного сезона? пытаемся побороться чтобы войти в пятерку попасть в стыки вот очень тяжело упустили последнюю игру с принципиальным соперником вот пытаемся пытаемся набирать свои очки как каждая игра как последняя бьемся а какие задачи ставите перед собой в грядущем кубке? в кубке ну как всегда побороться за высокие места команда у нас боеспособная вот есть еще момент везения конечно вот ну ребята у нас хорошие если соберемся если повезет все звезды сойдутся и я думаю займем высокое место и что можете сказать на следующий сезон? на следующий сезон остаемся в обойме если не попадаем в стыки и так же продолжаем бороться задача как всегда выйти в высшей лигу друзья переходим и дальше атлас селеста атлас команда которая претендует на прямой выход для этого нужно еще постараться нужно чтобы соперники конкуренты теряли очки атлас здорово обновился пришли несколько сильных футболистов которых мы с тобой знаем по другим турнирам не связаны с любительской футбольной лигой там прекрасный набор игроков там присмотритесь есть есть достойные кандидаты есть здесь достойные кандидаты которые и молодежной сборной помогут и атласу помогут и вообще там есть и действующие профессиональные футболисты но реально усилили усилили лигу ребята да ну да там в первую в частности да то есть дмитрий агарков уже до этого играл в атласе но сейчас он вернулся юрий малеев вообще там тоже замечательный игрок универсал который можно использовать на некоторых позициях виктор широченков он сейчас не ездит но тоже футболист но как вам можно говорить атлас очень сильно обновился поэтому наблюдайте приходите за атласом и интересно чем их борьба все-таки закончится за выход да дамила сегбатулина что-то забыл сказать как бы чтобы да атлас в итоге селестой в начале игры очень много не забил мог он сразу в первом тайме решить все свои вопросы но в итоге моменты были нереализованные и 2-2 и только в последние минуты можно сказать атлас выигрывает игру 3-2 борьба но закономерная победа да победа закономерная абсолютно борьба за выход в высшую дивизион продолжилась давай дальше у нас с тобой идет то на кооператив озеро кооператив озеро самозабивающий наверное одна из самых пропускающих команд первой дивизиона выдала очередной матч верховой тонна одерживает важнейшую победу надо смотреть знаешь если кооператив все свои дела уже решил то тонна то но несмотря на то что 27 27 очков 11 место отставание от зоны переходных игр составляет всего 4 очка и не будем забывать то что Таркат Гагаринского хэмголер который снялся пишем 3 очка и у нас остается одно ну будем смотреть до конца турнира в первом дивизионе еще не так уж и мало игр еще в принципе 7 матчей поэтому будем смотреть все может случиться еще у нас будут отдельные передачи по первому дивизиону то что вышка в момент сыграет и там уже подробно мы обо всем будем разговаривать ну и давай напоследок Росвоенопотека приоритет Росвоенопотека знаешь до этого проигрывала такие важные стыковые матчи отметим что в команде в пандемии сменился главный тренер новый тренер новая игра давай вкратце что происходило в этой встрече желающие конечно же могут смотреть хайлайты целый матч на нашем канале матч записывался ну упорная борьба в принципе ожидалось ожидалось то что ипотека будет все-таки больше играть как метеор да больше на контратак меньше контроля попроще вертикально и дисциплинированную обороть приоритетный оборот под контроль мяч и создание моментов на скорости атакующий футбол ну что тактика ипотеки себя оправдала целиком и полностью молодые ребята против них вышли которые с задором из второй лиги вышли которые сейчас идут на третьем месте решили взять быка за рога не тут-то было ипотека в том году не вышла только чудом высший дивизион были сделаны выводы не просто так в пандемии о чем ты уже сказал поменялся тренер поменялся рисунок игры появился появился больше дисциплинированности они меньше стали разговаривать вообще они даже между собой меньше разговаривать то есть настолько все в рабочей обстановке настолько все коротко и цельно что в принципе показал и очный матч несмотря на то что приоритет забил первым это никак не сломило ипотеку ипотеку исходя из тех выводов которые у них были сделаны до ипотека в первом тайме по-моему они 2-1 закончили и во втором тайме еще два мяча забили и сказать о том что приоритет имел возможность зацепиться за эту игру наверное нет потому что даже по протоколу можно увидеть что у ипотеки было четыре желтых карточек у приоритета ни одно это говорит опять же о чем о том что люди грызлись за свой вот этот победный результат и не собирались его отдавать ни при каких обстоятельствах вратарь ипотеки грамотно тратил время то на попить воды то на его отмеча в игру чем постоянно сбивал темп приоритета но дело это в рамках дозволенного и желтую карточку за тяжкое время он не получил то есть как главный арбитр говорил ему давай-ка побыстрее он сразу вводил мяч а кто был главный арбитр я был главный арбитр но я об этом не хотел говорить я хотел чтобы люди просто футбол посмотрели ну то есть ипотека честно за полгода прошедшие с учетом пандемии я могу сказать что эта команда стала уже опытным бойцом с психологической устойчивостью поэтому и результаты говорят о том же ну давай мы будем следить еще за событиями первого дивизиона я думаю где-то через месяц уже там вообще все будет понятно и интересно может быть пораньше снимем что-то сейчас даем слово Андрею Кунакову и зовем к нам в студию Павла Артюняна начинаем с ним общаться о событиях первом дивизионе и его версию о трейдере и о еврокубках сегодня у нас на интервью игрок команды Росвоен ипотека Андрей Кунаков Андрей как для вас проходила данная встреча в каком она была ключе ну мы настраивались на эту игру потому что игра была очень важная она была за 6 очков потому что прошлую игру мы провели очень неудачно и хотели реабилитировать а приоритет хотел тоже выиграть чтобы оторваться и решить свои задачи оба ходу в вышеллю вот минут на 10 нам забили первый гол вот и слава богу что мы не поплыли как с чемпионатом а вот а взяли игру в свои руки и как я считаю довели игру до логичного завершения так как и должно быть так что я считаю что все по делу мы выиграли справедливо и все по делу Андрей какие задачи стоят перед клубом на остаток сезона выйти только выйти потому что и занять первое место другого места для нас нет впереди у нас будет кубок и какие задачи ставит команда на это тоже выиграть все выиграть друзья продолжаем мы нашу программу и сейчас приступаем мы к обсуждению первого дивизиона и еврокубковых матчей сразу хочу представить вам гостя в студии Павел Артюнян лучший бомбардир первого дивизиона Паш добрый вечер здравствуй сразу же хотим поздравить трейдера с выходом из группы в Лиге Москвы тяжело было до последнего тура решалось будет ли трейдер плей-офф или нет какие вообще разговоры внутри команды ходили о турнире о Лиге Москвы как он вообще складывался именно на групповой этап для команды ну поначалу складывался довольно успешно мы первые две игры выиграли потом чуть-чуть упустили преимущество они собрались поехали уступили с крупным счетом а потом опять поражение дома принципиальному сопернику из запада Портеру довольно-таки хороший соперник был но чуть-чуть не хватило проиграли там в один с двумя мячами конечно не помню потом оставалось два тура предпоследний тура играли с соперником в котором наступили с крупным счетом хотели собраться показать то что это была ошибка наша сбор футболистов в итоге опять приехали в Усмирон играли играли давили вели в счете потом глупая ошибка потому что неспортивное поведение началась тасовка красная карточка мы ставим всемиром некому выйти и проигрываем опять в концовке выступаем и последнюю игру последнюю игру с Коренева нужна была только победа которую мы добыли без меня но добыли это самое главное три очка выход дальше и все хорошо отметим мы что победный мяч забил Антон Петров который сейчас дискульфицирован на основные соревнования Львовской футбольной лиги там сможет ли Антон раньше своего 10-ти матчевого срока появиться на полях там уже будет решать контроль дисциплинарный комитет сейчас больше не об этом вообще вот трейдер трейдер сильно обновился за последнее время видим мы игроков и с участием с опытом участия и в РФПЛ тогда может быть она еще не называлась РФПЛ это и Олег Мусин который играл за Сокол Саратовский и за сборную Казахстана провел 6 матчей естественно же это Дмитрий Холестов это глыба для нашего футбола легенда Акименко можно также отметить и на одного и второго мастера один из них старший играл в Сатурне в Раменском и вообще как вот идет интеграция пришедших футболистов с теми кто был потому что были и так опытные мастера Виталий Кулев и Василий Янатовский очень опытные игроки пришли это конечно дает больше сил команде потому что может придержать мяч человек может отдать и много не надо сыграть даже на поле провести 20-30 минут не надо они выйдут 10 минут подыграют свое пойдут заменятся потом опять выйдут и делают результат ну то есть очень хорошее усиление для команды и мы которые люди давно играют в трейдере всегда приветствуем взрослых людей которые поиграли приятно самому увидеть этих игроков с тобой на поле я согласен такое у нас Антон получается мини Аминьева можно сказать то есть тоже Аминьева плюс 10 лет Аминьева плюс 10 лет то есть другое поколение футболистов которые чуть раньше как мы их называем шутку людей из телевизора Аминьева сейчас поколение которое только вот сошло можно сказать а это те кто 10 лет назад на ком мы воспитывались собственно с тобой можно сказать выходили на стадион и болели за них с кем там играли пересекались где-то приятно когда такие люди у нас в лиге стилистически вот с их приходом поменялся игровой стиль рисунок вообще больше пас короткий есть конечно длинные передачи но больше короткий пас то есть иночка контроль мяча стал больше да то есть игровой рисунок уже идет от трейдера ни под кого не подстраиваемся безусловно отталкиваюсь от своей игры потому что подстраивать под соперника я не считаю что это нужно вообще делать а со скоростными быстрыми коллективами как обстоят дела все-таки ребята невозрастные тогда наш тренер спонсор Владимир он говорит давайте сыграем начнем вторым номером потом у тебя идет а у них не идет игра то есть мы сами сами включаем свои силы и уже показываем свою игру и смотрим на них ну то есть в принципе обойма игроков которые у трейдера сейчас сложилось и то мастерство игроков которые присутствуют позволяют трейдеру к каждой игре подходить уверенно в случае того когда полный состав сборя я так понимаю 100% любому можем и даем бой пока не получается иногда собраться в основном только из-за этого лично наши проблемы и все а остальное соперники позволяют играть нет таких кто доминирует постоянно в лиге и кого невозможно обыграть все все играют и все каждый может друг друга обыграть ну а вот как внутри коллектива скажем так внутри раздевалки как они себя ведут влияют ли а не на общую организацию микроклимата там определенного ну пока ребята которые вновь прибывшие они между собой со старшими с Вася и с Викторским с Викторским они больше общаются Виталий они с нами на одной волне долго играем и с ними можно а с них пока стесняешься тем более такие люди ну пока так просто привет в плане организации стало все равно выше и чувствуется уже уровень ответственности перед такими заслуженными людьми и то есть вот эти проблемы которые были там по осени и часть там при возобновлении то есть со сбором они наверное все таки сейчас пропадут ну да поменьше сейчас собираемся почаще уже побольше людей то есть подписываются в группе вот так как это у всех я думаю принято то есть плюсов стало гораздо больше нежели раньше вообще хотелось бы тогда закончить тему Лиги Москвы и задача на турнир мне кажется такой команды как трейдер максимальная конечно безусловно мы всегда во всех турнирах которые участвуем хотим побеждать смысл тогда играть по голове не побеждать пожелаем удачи в противоборстве с Восточным Витязем конечно же мы будем очень подробно освещать эти матчи естественно они будут у нас в показе может быть и в прямом эфире получится показать матч Запад доиграет Росвитязем Лиги Москвы это их год у нас команда к сожалению Юго-Запад доиграет в одной четвертой Лиги Москвы в принципе мы очень много освещали турнир говорили мы что перед началом группового этапа что желательно было бы чтобы и овцы сытые и волки целые и в итоге учитывая наши все добрые отношения с Западом так получилось что Портер и Трейдер Кингус из группы выходят и мы будем дальше рассказывать об этом турнире сейчас давайте плавно будем переходить в первую дивизиону вашу первую дивизион наш Юго-Западный не сталкивался ты никогда ты играл в других лигах знаем мы что и в Западной пример лиги ты успел поиграть как он в целом уровне внутренних первая лига в принципе команда 8-9 ну такие я не считаю что у нас прям есть какой-то лидер который всех выносит по 10-0 как это бывает иногда когда люди собирают команду и начинают всех долбить и с ними вообще невозможно играть а сейчас ты все выражены в лидер все при каждом друг друга может отнять очки то есть ну нет явно выраженного лидера все в принципе средники я считаю то есть довольно как можно сказать английское пример ну да каждый может отнять очки другого мы говорили о том что первая дивизион вообще это очень непредсказуемый турнир учитывая новый регламент который у нас с этого года то что очень много команд вылетает из зоны переходных плюс выходит напрямую две команды одна еще в плей-офф идет в принципе борьба на место в плей-офф пусть не обидится на меня ребята из Прайда закончена но вряд ли за оставшееся пятерка определена в каком уже распорядке распорядке будет сложно сказать вообще вот по ходу турнира по всему на самом деле у вас 5 очков сейчас до второй команды это по-моему 5 на одну игру в данный момент чемпионат у них 66 да у вас 6 очков потенциально потенциально у вас на одну игру меньше 6 очков это не так много там грубо говоря там матч с тем же чемпионатом закон закончился с другим результатом и этого бандикапа не было есть надежда на то что до конца чемпионата все-таки зона прямого выхода трейдеров выйдет или надо потихонечку все силы максимальный состав подбирать игроков чтобы они не попали на дисквалификации именно на эти матчи плей-офф я хочу сказать что все зависит от нас потому что выигрывают каждый матч насколько я знаю им всем кто выше нас играть друг другу еще есть матчи там уже нет они ипотека у них из серьезных ммф2 у чемпионата из серьезных ну разве что вершина есть соберется кооператив озера алмаз орпеда гагарин скитоны метрологик но метрологик который до городок перешел с запада в принципе очень игроками довольно тоже любят играть под контролем плюс обладают пятью-шестью игроками довольно-таки скоростными и обладающими ну хорошей техникой по уровню лфл ну приоритеты что там антон скандаринов ну приоритеты у нас ммф2 то же самое трейдер о котором Паша уже сказал ну из таких кусачих команд прайд городок тот же самый ну и атлас приоритеты еще атлас атлас трейдер тим гус да вот пожалуйста приоритет может оказаться у нас в итоге в очень затруднительном положении потому что мы все знаем что пятая команда у нас попадает в стыках на представителя высшего дивизора на 14 место но ты знаешь мы вот чуть раньше высшую лигу обсуждали неизвестно еще что лучше мне кажется лучше с пятого места сыграть с 14 командой вышки чем в полуфинале рубиться между третьей и четвертой первой лиги ну вот смотри у нас получается третье четвертое пятое место как это не парадоксально опять же аналогия с высшим дивизионом там тоже заряд со столицей высоко сидят одни вторые другие четвертые здесь с третьего по пятое приоритеты от вас трейдер представители прошлогодние второго дивизиона да вот новые команды у нас заходят видно серьезные организации соответственно серьезные игроки где-то там ну понятно где-то есть какие-то финансовые условия где-то есть как ватласе например команда которая там общей идеей заряжена и это хорошо но мы говорим о том что это все новые команды и я в принципе они новые даже уже по ходу сезона Паша не даст мне слукавить то что и приоритет обновил состав уже и до чемпионата и во время чемпионата и атлас после пандемии извините там вообще новый состав ну и соответственно трейдер добавил мастерстве и качестве то есть составы уже по ходу чемпионата обновились и что-то сейчас предсказать из этой тройки ну не знаю Росвоен ипотека тоже с чемпионатом несмотря на то что небольшое какое-то отрыв у них есть я думаю не так уверенно себя чувствует и чувствует то что им дышит спину ну хоть ипотеки довольно-таки легкий календарь но допустим зная карт-бланш который борется сейчас за выживание они могут приехать на одну игру настроиться и условно говоря 5-3 выиграть на зубах такая команда характерная и так как там представители такой эмоциональной диаспоры поэтому все у них зависит от этого понимаешь но у них та же проблема что и у многих коллективов почему они там внизу идут потому что тоже недобор недоезд и так далее ресурс какого-то игроков допустим как в трейдере но нет у них своего Василия Янатовского который может пригласить двух-трех опытных мужчин которые могут вот эту всю историю как-то перевернуть в другое русло поэтому сбрасывать их не будем Кооператив Озеро да вот тоже такая же команда в плане непредсказуемости они играют там 9-8 12-4 понимаешь еще от них ожидать тоже ипотеки стоит там условно говоря там 2-3 пропустить пойти играть в тем же самым Озеро в открытый футбол и сколько там мячей будет я вообще боюсь даже представить ну серьезно то есть ну как бы опять же эмоционально психологически тяжело будут чувствовать себя лидер все равно до конца чемпионата несмотря на то что сопротивление у них вроде как без сомнений давай мы о лидерах пообщаемся чуть попозже чуть попозже сейчас мы именно перейдем первую дивизию нам садим попозже именно к трейдеру перейдем вообще история команды познаем мы что играл-то еще из-за Внукова в принципе все мы помним два года назад в Западной Лиге команда Внукова вышла в первую лигу в премьер-лигу прошу прощения и опять же там называются все те же лица Павел Эртюнян там блестяще забивал в одном на сезоне там в 30 матчах 55 мячей было в сезоне когда команда именно выходила в премьер-лигу в 30 матчах было 58 голов сейчас после 20 матчей 52 результативных ударов у Павла то есть потихонечку годами растет результативный жалко у меня на сегодняшней передаче тетрадка новая я бы за тот год еще сказал сколько он забил там тоже что-то поддевают я тебе я тебе помогу в последние годы он за Успенку играл он не играл за трейдер Кингу за трейдер по-моему он не играл в втором в втором круге в 11 матчах 23 мяча ну вот опять ну да показатель 2 мяча сейчас покажем сумасшедшие больше 2,5 в том году второй дивизион 42 матча умножаем на 2 сколько 8-4 Паша бы сделал но зная там о некоторых коллективах Паша наверное за сотку бы переводил клуб 100 за год да прошел и до свидания ну вот вернемся к команде вообще трейдер ну наверное это проще у Владимира Гулешинова конечно спрашивать но вообще вот так вот по истории команды что ты можешь нам рассказать чтобы трикеры знали ну мы сначала играли на западе в премьер-лиге там получали мешок и уезжали домой ну да в принципе внуково внуково и мы видим да тогда меня Владимир не взял в команду и подошел да а потом уже на следующий год когда они вылетели в первом дивизионе и Гавриш Александр Дмитрий Хусаимов вот они ну не все там и Гавриш Александр Дмитрий Хусаимов вот они основоположники этого клуба можно сказать потому что и Ятронин тоже там был и Денис Юрюков вот они все собирали и потом Владимир они с Владимиром как-то связались и Владимир начал курировать клуб начали собирать и Смирнов к нам приходил и который Забар сыграл да 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 Алексей Алексей Смирнов он нас тренировал потом Акименко пришел Андрей Васин Товский пришел и начались схемы какие-то тренировки даже у нас были и мы потихоньку потихоньку сыгрывали сыгрались и достаточно неплохо попали мы заняли второе место если я не ошибаюсь за Успенкой Успенка заняла первое место там а нет ну это мы говорили мы третье место заняли Успенка второе а Титан Титан сумасшедшей командой в тот момент ну как и сейчас собственно да да селекционная политика потом потом мы третье место уже что-то там не пошло пошло не так и Владимир был на грани развала команды была и в итоге там осталось человек пять других ну и наших вот этих ребят он начал брать там еще молодых Титов Игорь их подзывал друзей своих потом потом в итоге второй дивизион юго-запада в том году да команда команда команды перешел обратно когда они начали опять собираться те же люди которые играли давно опять в эту команду приходить и уже к друзьям к своим товарищам давнишим и очень приятно было их видеть и играть для тех кто не помнит внукова вышла по спортивному принципу я уже говорил запомятая мир лигу ну может быть знаю амбициозность Владимира понятно что хочет играть чемпионат понятно что нужны и большие финансовые вложения и мастерство футболистов нужно там чтобы там 20 человек одного уровня было потому что ротация и не каждый на самом деле захочет сидеть на замене нужно управлять только коллективом да и чтобы спасти команду было принято решение под другим названием зайти к нам на юго-запад и соответственно за год был передален барьер 2-го дивизиона и сейчас вот идет борьба в первом который надеемся что завершится успешно потому что мы все заинтересованы в том чтобы больше мастеровитых и вообще футболистов и хороших клубов где хорошая организация была у нас это будет хорошая конкуренция в высшем дивизионе и соответственно будет расти уровень лиги чего мы так хотим и за что мы всегда ратуем солидно участвовать в премьер-лиге конечно же все хотят помыграть ну то есть из того что Паша рассказал получается трейдер постоянно вот понимаешь в каком-то строительстве находится и до сих пор строительство идет то есть адаптированный естественно под те внешние как бы проблемы и условия которые у них есть на данный момент то есть до конца коллектив за эти там 3-4 года то есть он уходил от определенного ну от определенных людей в итоге к ним возвращался опять уходил опять возвращался поменяли лигу сейчас остались люди которые были уже давно да остался какой-то определенный костяк и добавляются уже мастеровитые ребята которые могут делать результат ну что ж тогда стоит ожидать еще 4-5 молодых исполнителей 20-18 лет которые будут на рост и вполне возможно в следующем году трейдер будет обладать таким составом что почему бы нет как столица артели не выстрелит ну мне кажется еще много будет все-таки зависеть от лиги в которой начнется следующий сезон ну я думаю с тем прицелом который идет сейчас у трейдера больше до чем нет сделаю такое предсказание честно такое вот знаешь потому что вот видя на конкурентов на атлас и приоритет эти команды они сталкиваются постоянно с одной и той же проблемой то есть стоит сопернику чуть организован и против них начать играть и они сыпятся все-таки молодых футболистов там больше больше неопытных да и вот матч трейдер атлас он там околофутбольный все рейтинги побил там все обсуждают мы не будем этим заниматься даже показатель того что трейдер вел 2-0 да там потом 2-2 там где-то на задоре атлас сделал счет сравнял потом 3-2 сразу же трейдер повел почти сразу же там галки не выручил чуть-чуть сравнял атлас атлас последние 60 минут играл в большинстве и не реализовал преимущество вот об этом и речь понимаешь то есть чуть организовывание и вот эти вот молодые футболисты у которых нет дядек на поле которые могут вот этот эпизод микроэпизод решить а микроэпизод это не обязательно гол забить микроэпизод ты можешь там вовремя выбить мяч подальше вовремя там я не знаю попроще сыграть вовремя подсказать я про эти микроэпизоды не обязательно голы здесь 20 минут у тебя преимущество и не нашлось человека который там не может команду извиняюсь за выражение который 28 средним возрастом 29 ты не можешь их перебегать в конце игры значит у тебя проблемы не с физикой ну знаешь мне очень понравилось насчет опыта и опять же к трейдеру возвращаясь я работал на игре с карт-бланшем выиграл крупный трейдер и был момент когда играли в большинстве 10 минут гиггл 4 был удален то что рукой выбил мяч из чужих ворот но не важно то есть факт то что как повелось себя в большинстве зная карт-бланш это агрессивная команда не агрессивная команда а жесткая команда играющая агрессивный футбол но агрессивный в хорошем понимании хорошего слова эмоционально заряжена ребятам все равно и как опытные игроки которые были сзади это там например Дмитрий Хлестов да там нападение Виталия Кулев в этой игре действовал как начали они руководить своими партнерами кто помоложе как именно нужно распоряжаться мячом как он держался и все то есть они заставляли вот карбланш там не мог карбланш на своем поле запереться потому что постоянно за счет этого лишнего вот эти квадратики удержания они разыгрывали и в итоге там уже в большинстве они все решили то есть там после того когда выходил уже игрок 3 после того как он был 10-минутный штраф там уже другой игрок выходил там уже исход матча был ясен там 5-1 ну сколько они забили вот за эти 10 минут ну получается что с пенальти это счет стал 2-1 и дальше 4-4 мяча вот 4 мяча за 10 минут за 20 минут 0 вот об этом и речь вот об этом мы и говорим минус 20 ну там минус 2 было не очень большое время но но все равно вот мы о чем мы говорим 10 минут ребятам хватает но мы с тобой об этом каждую передачу говорим то что ну вот в высшем дивизионе допустим 5-7 минут отрезок ты можешь завалить и ты потом игру можешь не спасти ну яркий пример недавний аминия столица вот пожалуйста ведет игру удалению столицы при 1-0 в пользу столицы и вот опытные же футболисты выходят и за 7 минут там они делают результат вот и все и потом уже выходит игрок столицы а уже и догони не догонишь да последний матч ну ладно это мы с тобой еще это мы обсудим это мы обсудили уже до этого и будем обсуждать еще и после и всегда поэтому всегда есть тема для разговоров давай будем говорить Павлу спасибо за то что к нам пришел уверен то что в конце года на итоговой передаче он будет потому что при всем уважении к Юрию Дурмакову вряд ли он догонит Павла в списке бомбардиров а лучшего бомбардиров дивизионов мы планируем пригласить как и президента Павел еще и отдохнул видишь у нас загорел и приехал и сейчас в эти выходные в бой за трейдер приходите смотреть эту команду вживую таких мастеров вживую всегда интереснее видеть чем в записи по телевизору и так далее Паш спасибо большое будем сзади всего доброго ну проводили мы Павла Артиняна и в конце хотелось бы еще сказать об одном замечательном событии для Юго-Западной Лиги это команда 2-го дивизиона Обнинский Атлант продолжает свое выступление в Кубке Москвы дома была повержена крепкая команда с Востока после поражения со счетом 3-2 на выезде дома победили со счетом 6-2 вышли в следующий раунд здорово ребята молодцы мы дадим сейчас после того как расскажем немножко об этой встрече дадим интервью капитану Ярославу мамочкину он все расскажет более подробно об обнинском Атланте мы будем общаться в передаче второй лиги не могли мне сказать ребята молодцы мы за вас болеем мы поддерживаем и надеемся вас увидеть в финале может быть и с трофеем в этом турнире здорово так держать Антон что было там да что было там но перед игрой во-первых я общался с игроками Атланта спросил вообще как так произошло потому что на выезде 2-3 они говорят вели 2-0 потом какая-то расслабленность они спокойно должны их убирать я тихо спокойно ожидал получить удовольствие от футбола но не тут то было первый тайм могу сказать закончили они 2-2 при этом при счете 2-2 был не забит пенальти со стороны гостей с востока то есть могли наперед уйти с тем же самым счетом что и был в первом матче но пенальти не был забит и во втором тайме Атлант понял что пора заканчивать заниматься ерундой надо брать себя в руки делать результат и после этого уже получать удовольствие соответственно так и произошло забили 4 безответных мяча грамотно начали играть в обороне но там знаешь там честно там все зависело от примерно одинаковый набор стороны как на одной стороне поля так и на другой оба защитники были ниже своих оппонентов то есть нападающих и пока они к ним привыкали эти нападающие с ними справлялись но если защитник Атланта за первый тайм смог привыкнуть к своему нападающему то защитник команды Каман она называлась назовем ее все-таки ну да о том и все молчим и молчим о том и все восток друзья гости ну и вот и он не смог адаптироваться нападающий Атланта раз за разом создавал неприятности у ворот зарабатывал огромнейшее количество штрафных благодаря грамотной игре корпусом ну и соответственно отличился сам несколько раз ассистирую своим партнером поэтому 6-2 закономерный результат опять же расхлябанность первого тайма это походу было продолжение первого матча просто не более того поэтому так как ребята сказали мы должны спокойно их укатывать они их спокойно укатали 6-2 вышли дальше и ты знаешь хотел бы сразу подытожить такой мини для себя вопрос почему у нас команды выступающие в малой москве в полной тройке выходят в весну продолжают борьбу уже в плей-офф на системе и почему команды представители высшего дивизиона так неудачно выступают уже на большой москве в принципе мы видим то что по уровню сопротивления именно междивизионов мы очень даже конкурентно способны почему на самом высшем эшелоне мы пока не даем результат вот это я думаю вопрос даже не к нам и не к командам вопрос наверное к руководителям может не так они подготавливаются к игру может не так план на игру строят может неправильно я не знаю игроков элементарно подбирают под свой коллектив под свою стилистику я не знаю но есть о чем подумать надо равняться наверное на лучших а лучшими сейчас являются представители более низших дивизионов трейдер Атлан Томнинск молодцы так или иначе Атлан Томнинск ждем единоборства их со Старк Групп ну и на этой оптимистичной ноте позвольте закончить эту нашу первую передачу после пандемии следующая передача будет посвящена второй лиге и может быть какие-то если будут уже события в других дивизионах мы конечно же их осветим а так спасибо за внимание с вами был Михаил Першин и Антон Погодин до свидания